Смотрите, алкоголь на любое животное, как и так же рано, как и на человека, действует одинаково. Расширяется поверхностные кровососуды и испытывается ложное чувство теплоты. Осенью, соответственно, за счет этого и животные едят забродившиеся фрукты, но, опять же, они едят их не для того, чтобы получить алкогольное какое-то объединение и так далее. Смотрите, крахмал и целлюлоза и сахар – это одна и та же молекула, молекула глюкозы. Просто в сахаре это всего же две молекулы глюкозы стоят, это них сахарид. Крахмал – это длинная цепочка. Так вот, во фруктах, вообще в овощах и так далее очень много крахмала. А когда он вроет, то вот эта длинная цепочка крахмала из шариков таких, они начинают дробиться. И чем больше она дробится, соответственно, длинная цепочка крахмала начает распадаться на более мелкие и превращаться, то есть распадаться на составные части, а составная часть крахмала – это сахар. То есть, чем больше фрукт забродил, тем больше крахмала перешло в более лихую свое состояние сахара. За счет этого животные прекрасно понимают, что лучше есть забродившиеся фрукты, потому что в них углевод более быстрый, он быстрее сгорает и быстрее получается энергию. Только за счет этого. Мы тоже, например, пользуемся таким же способом, когда, например, вымачиваем муку, муку замесили, ждем, правильно, она там набухает. Это тот же самый химический процесс, то есть длина молекулы крахмала начинает разбиваться на более короткие, вплоть до сахаров разлагается или там брожение, та же самая ситуация происходит. За счет этого животные и пользуются вот этой химической формулой. Они, правда, не знают сам процесс, но они пользуются за счет этого. По поводу того, что получают они или нет, это, знаете, очень надуманно, потому что, например, сколько в этом медведе килограмм? Килограмм 400. Это сколько же ему нужно сожрать чисто алкоголь или еще один массу, чтобы он получил хоть какое-то опьянение? Например, даже в том же самом кефире полтора градуса алкоголя. То есть, грубо говоря, в литре кефире там 15 грамм чистого алкоголя. Это сколько же нужно кефира выпить, чтобы хотя бы человек, ну там, в амине, например, 100 килограмм. Сколько же мне нужно этого кефира бухнуть, чтобы я получил какое-то алкогольное опьянение? То же самое с медведем, но у него масса намного больше. Поэтому вряд ли он получает от этого настолько уж прям сильное алкогольное. Потому что в естественном процессе брожения во фруктах, ну не больше, чем 1,5-2%. Выше не получишь. Теперь по поводу то или иное животное. Дело в том, что животные, они очень грубо делятся на два вида. У тех, у кого один вид желудок, один желудок, как у нас с вами. Один желудок, которым происходят все процессы пищеварения. И жвачные животные. У них желудков 4, у верблюда 3. Но это не важно. То есть у них, дело в том, что корова, лось, олень, они потребляют очень много именно грубых кормов в траве. Соответственно, им нужно вот эту длинную цепочку крахмала, которая содержится в траве, раздробить на более мелкие. Мы, например, люди или медведи не употребляют столько много объемных кормов. Поэтому у нас не выработался такой процесс защиты, как в несколько желудков. А у коровы именно, или у оленя, у него несколько желудков. Которые цель заключается в том, чтобы последний отдел желудка у оленя именно тот, что занимается перевариванием. А предыдущие 4 отдела, они просто подготавливают этот корм, разбивают на составные части. То есть в первом отделе желудка напивается вся эта трава, и она там бродит. Происходят химические процессы. Длинная молекула крахмала или целлюлоза, она разбивается на более короткие. Потом дальше, дальше, дальше очищается, очищается. И попадает, в конце концов, уже в то место, где она же переваривается. Поэтому, учитывая, что внутри коровы, оленей, ося, уже находится огромнейший самогонный аппарат, она просто по определению не может тянуться к алкоголю. Потому что алкоголь вообще на этих животных действует очень сильно, является одним из самых простых и доступных, и эффективных наркозов. Именно общих наркозов, которым там делается операция. Ну, например, для коровы 20-градусный спирт, 10-20 градусов спирта внутри вены в количестве 150-200 грамм вызывает хороший наркоз, глубокий, до 2 часов. Алкоголь – это продукт выработки бактерий и некоторых простейших микроорганизмов. Мы с вами на полномоке жить не будем. Поэтому и те же самые бактерии, когда употребляют сахар, они его больше употребляют и вырабатывают спирт, и чем больше становится огурный спирт, они, соответственно, от этого умирают. Поэтому больше, чем определенная концентрация, там, насколько я помню, 5 градусов, выше вы в природе не получите алкоголя. Это самое максимальное, что может быть. Продолжение следует... Ну, опять же, понимаете, опять же, что такое брожение? Это когда сахар уже начинает переходить в состояние спиртов. То есть слоны, или медведи, или собаки, все что угодно, они начинают ловить этот момент, когда максимальная концентрация сахара, естественно, сахара во фруктах. То есть часть крахмала переработала в сахар, а часть сахара уже переработала в спиртягу. То есть крахмал, по большому счету, уже весь переработался в сахара, но часть сахара уже начала... И вот в этот момент они его ловят. То есть максимальное количество сахара, максимальный сладкий фрукт и максимальное количество энергии. Вот именно для этого. Но слоны, и медведи, или собаки могут опьянеть? У них однокамерный желудок, а, например, коровы или олени не смогут, у них многокамерный желудок. Они, по сути, уже пьяные.